МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас тема разговора наших продолжающихся бесед о литературе мемуарная, воспоминания Прасковьи Сергеевны Уваровой, графини, председателя Московского археологического общества. А Московское археологическое общество в конце 19-го, в начале 20-го века, оно только что называлось московским, оно охватывало всю Россию. Это был центр, штаб, центр, из которого направлялись ученые в разные области необъятной России. Она была значительным, видным историком, профессором семи в целом университетов и отечественных, и европейских, действительным членом императорской академии наук, в общем, большим ученым, женщиной весьма уважаемой и заслуженной. И вот в эмиграции, в которую она попала, как многие замечательные русские люди, в революцию в Югославии, незадолго до кончины своей, которая последовала в 1924 году, она прожила значительную жизнь, продолжительную, наполненную трудами, до последних дней работала, и как ученый, и вот как автор своих воспоминаний. Она прожила жизнь, ей было 84 года, когда она скончалась, она родилась в 1840 году. Почему так сложилась ее судьба? Ну, мы всегда ищем ответ на этот вопрос в воспитании человека. Она получила его стараниями, заботой родителей замечательным, глубоким и разносторонним. В последний год в России, в Новороссийске, когда семья была лишена каких-либо средств, она с успехом преподавала, уже, будучи под 80 лет ей было, иностранные языки, она, как сейчас говорят, в совершенстве. Нет, она просто совершенно свободно владела тремя живыми языками, самыми распространенными европейскими, французским, естественно, немецким и английским. Преподавала их, общалась с учеными всего мира, и переписывалась, и на съездах историко-археологических. Просковья Сергеевна Уварова. Но решающим в выборе ее жизненного пути была встреча с ее мужем, Алексеем Сергеевичем Уваровым, сыном знаменитого. До сих пор его помнит Россия, когда произносят знаменитую формулу православия, самодержавия, народность, сыном знаменитого министра народного просвещения в царствовании императора Николая I, граф Сергей Семенович Уваров, отец Алексея Сергеевича, Алексей Сергеевич, увидев в свете московском в конце 50-х годов очаровательную, неутомимую, образованную, обаятельную, юную княжну Щербатову, которая покоряла сердца многих молодых людей, и многие искали ее руки. Среди покоренных был, между прочим, и граф Лев Николаевич Толстой, который в дневниках своих оставил записи восторженные о Просковье Сергеевне. И она в воспоминаниях пишет довольно критично о Толстом. Ну, так, конечно, не осуждая его, но в то же время и нисколько не заистивая. О том, что они много спорили, она обсуждала с ним героев его первых повестей, которые тогда вышли из печати. И, вероятно, она по скромности не говорит об этом, но по всему можно предположить, что он тоже искал ее руки и был бы счастлив, если бы она составила, если бы она стала его женой. Но судьба сложилась иначе, может быть, и слава Богу. Но, тем не менее, Толстой не мог ее забыть. И это считается общепризнанным мнением, что Просковья Сергеевна послужила прототипом Екатерины Щербатской. Китти Щербатская, Левина, которая вышла в романе Анна Каренина за Константином Левина и стала счастливой матерью. Просковья Сергеевна стала тоже счастливой матерью, хотя один из ее детей скончался при ее жизни. Она родила мужу семерых детей. Это при этом, что эта женщина была, мы иногда сетуем на нехватку времени, на отсутствие сил, на то, что нас заел быт. Да, конечно, они были обеспеченными людьми, но все ее дети были любящими детьми, бесконечно благодарными родителями. Все получили блестящее образование. Все были умниками и умницами, и просто замечательными людьми и глубоко верующими настоящими христианами по жизни. Об этом свидетельствуют их биографии. Вот Просковья Сергеевна, конечно, познакомилась в свете, может быть, на балу со своим будущим мужем. И Алексей Сергеевич, старше ее на целых 16 лет. Но тогда это было нормально. Мужчина, который достиг зрелости, который прочно стоит на ногах, который уже занимает положение в обществе. Он делает предложение девице. И он сделал это и Просковье. Правда, с опасением, не скрывая от нее, как она воспримет его предложение. Ведь он человек, как он писал сам, человек, который чуждается общество. 14 января 1858 года, в 18 лет, Просковья Сергеевна в 18 лет вышла замуж за известного русского, уже к тому времени известного, археолога и историка Алексея Сергеевича Уварова, который был старше ее на 15,5 лет. «Граф говорил, вспоминает она, что он гораздо старше меня, не любит свет, занят наукой и боится, что его привычки и жизнь могут показаться трудными и скучными, молодой девушке, как я. Я откровенно ответила, что его полюбила за то, что он серьезнее других, что я обещаю быть ему не только хорошей женой, но, если он позволит, то и помощницей». Пишет она в своих воспоминаниях, которые озаглавлены «Былое, давно прошедшие, счастливые дни». Так и получилось. Она стала замечательной женой и не просто помощницей к концу жизни, получив медаль на такую почетную, благодарственную медаль, врученную ему Тифлистским, только что возникшим археологическом обществе, в Тбилиси. В Тифлисе проходил один из всероссийских и международных съездов историков и археологов, которые неизменно возглавлял Алексей Сергеевич. Получив медаль от Тифлистского общества, он не сразу показал ее жене, заказал граверу надпись «Самому любимому и верному помощнику». Среди прочих заслуг надо отметить еще одну. Муж Просковьи Сергеевны, Алексей Сергеевич Уваров, является одним из инициаторов, основателей и первым директором исторического музея в Москве. Через несколько лет его не стало. Он умер в возрасте 60 лет. И Просковь Сергеевна целиком ушла в работу, восприняв все обязанности мужа. И сделала это с таким успехом, что имя свое прославило во всем международном, всемирном, историко-археологическом сообществе. Но она была матерью, она была хозяйкой. И в своем имении, в Паречье, супруги, молодые, вернувшись из научного, медового месяца, который они провели в монастырях, музеях, библиотеках Италии, Франции и Англии, они занялись хозяйством в Можайском уезде. Недавно один священник со мной поделился из Можайска, говорит, такая сейчас глушь, и мы до сих пор видим следы их трудов. Оранжереи, огороды, луга, террасы. Самое удивительное, говорит, что эти люди выращивали породы деревьев, которые развозили по всей России. Для этого они нанимали садоводов и огородников из Франции, из Германии. Они приобщали к этому искусству и к этой науке ухода за лесом и за садами русских крестьян и делали это с успехом. Их растения и цветы побеждали на международных выставках. При этом они организовывали благотворительные общества, открывали приюты, интернаты и школы для крестьянских детей, больницы. и на все хватало времени, и на все хватало сил. Сколько судеб сирот они устроили. Одна такая судьба меня особенно поразила, потому что, когда мальчика привели к ним в интернат накануне зимы, он мог замерзнуть и не выжить. Он от полученных переживаний не помнил ничего. Потом восстановили, конечно, нашли следы, имя его и фамилию. Он потерял родителей и скитался по сердобольным людям, которые, ну, что могли ему дать? Луковицу да кусок хлеба и глоток кваса. И он, оказывается, в этом интернате очень прилежный, очень внимательный. И, как говорят, оказывает замечательные успехи. И после начальной школы муж Простой Сергеевна, Алексей Сергеевич, решает отдать его учиться дальше. Он заканчивает одну из классических гимназий Москвы с успехом и поступает в Московский императорский университет, МГУ наше нынешнее, на филологический факультет. И уже все говорят о том, что он будет преемником знаменитого филолога Буслаева на кафедре русского языка и литературы, но свирепствовавшая в 19 веке болезнь, чахотка, туберкулез, рано оканчивает его дни. Но он уже был подающим надежды замечательным молодым ученым. Кстати говоря, Буслаев был одним из преподавателей Просковьи Сергеевны. Она получила домашнее образование. Знаменитый музыкант, пианист Рубинштейн преподавал ей музыку, а сам Саврасов, грачи прилетели, живопись. А Буслаев учил ее русскому языку и литературе. Поэтому такие вершины русской науки и искусства занимались юной Просковьей. Но она не одна была такая. Это было тоже распространено, чтобы дети в тех семьях, в которых заботятся о настоящем образовании, таком глубоком, основательном для своих детей, чтобы они имели непосредственный контакт, общение с выдающимися учеными своего времени. Просковь Сергеевна вынуждена была покинуть Россию. Она накануне, когда пишет о том, что вот сейчас воспоминания не доведены до конца, но она захватила в своих мемуарах еще начало Первой мировой войны, или как ее тогда называли, помня Отечественную войну 1812 года, Второй Отечественной. Это она еще захватила и описала. И в частности она пишет, вскоре после моего возвращения из Пскова, где она была по делам ученым и тех обществ исторических, археологических, которые она возглавляла, 18 августа 1914 года война уже была объявлена, его величество государь-император, имеется ввиду Николай Александрович, Николай II, святую русской церкви, страстотерпец, по принятому обычаю пожаловал в Москву для объявления открытия военных действий против Германии. Россия была союзницей тех держав, тех государств, Сербии в частности, на которую напала Австрия и Германия. И она не могла уклониться по совести и по долгу союзничества от участия в войне. Москва всегда принимала своих царей с любовью и торжеством, но на этот раз общий подъем, общий восторг превышал все, чего можно было ожидать. Толпы народа запрудили площадь преданиколаевским вокзалом. Это сейчас площадь трех вокзалов в Москве. Встретили царственных гостей громким «Ура!» с гимном и сопровождали их величество восторженным приветом до Иверской часовни и в самом Кремле, где толпы народа простояли до поздней ночи, сопровождая его величество и тогда, когда он проехал в дворянское собрание, это по Тверской, где был торжественно принят дворянством и другими сословиями, где его величеству был поднесен стяг с изображением святого Георгия Победоносца. Минуты торжественные и незабываемые. Но прошло три года и Россия перевернулась. Странным образом удивительный народ. Мы, русские люди, какие-то перевертыши. Только что восторг и ура, димны и надежды и сразу же толпа поворачивается и вспоминается Евангелие. Распни, распни его. полный поворот на 180 градусов. Восторг в марте 1917 года, когда русские люди узнают о том, что царя нет, что монархия свергнута. Как же так быстро? Значит, центр любви в себе самого. Когда хорошо, тогда хорошо. А ведь и плохо то не было. И что случилось? И какая беда совершилась с нашими умами и душами? И вот мы говорим, что многие очень люди, русские, замечательные, преданные России, любящие ее настоящей, глубокой, преданной любовью, оказались на чужбине, в чужой стороне, в эмиграции. И вспоминая ее, говорили о своей неизменной любви. В 90-е годы я был священником в поселке Санаторий Герцена, настоятелем тогда, он назывался Пантелеймоновского храма, сейчас Александр Невский, и настоятелем храма по другую сторону Москвы-реки, воскресенье Славущего. Между нашими двумя храмами парк, прекрасный некогда, и замок, удивительно красивый дом в английском стиле, князей Щербатовых, больших благотворителей и замечательных русских патриотов. Мне часто приходилось ходить по обязанностям, по долгу священника в разные огрестные населенные пункты, поселки, в гарнизон, и в частности в Сире Васильевского. Я помню, когда написал свои краткие воспоминания, я сейчас постараюсь собрано вспомнить их, прочитать. Озаглавил я их дальний ветер. Утром я ходил за реку в Васильевское к бабе Тане. 25 декабря 1990 я поставил многоточие, потому что точно не вспомню, 7, 8 или 9 года. Если бы не снег, которого много выпало ночью, погода какая-то ноябрьская или мартовская. Влажный и совсем не холодный широкий ветер, небо низкое, но не свинцовое. И далее просторы, которые открываются с горы, когда спускаешься к реке, чтобы по мосту перейти в село, покрыты сероватой дымкой, полупрозрачной, не скрывающей ни липовые аллеи, ни поля, ни большого уходящего к горизонту леса. На все накинуто невесомое, кое-где разошедшаяся ткань, и ветер ее не сдувает. Баба Таня живет в конце села, а село представляет собой одну линию домов вдоль Москвы-реки. И между домами и крутым спуском к воде улица. Местами широкая, а иногда сужающаяся, и вся она в рытвенных ямках и взгорках. Летом ехать по ней на машине можно только очень медленно, тормозя и петляя, а зимой вовсе нельзя. Даже идти-то трудно. Проваливаешься в запорушенные овражки, ковыляешь, ищешь твердую тропинку. А зимой к домам подъезжают сзадов, где старинная липовая аллея. Она стоит величественной, шумящей на ветру стеной между домами и большим полем. Обледеневший подвесной мост соединяет берега Марьину гору и Васильевская. При ходьбе мост качается, и смотреть вниз, когда вода под тобой бурлит и на породе пенится, завивается в воронке, не надо. Голова может закружиться, а бортики на мосту низкие, даже и не бортики, а просто натянутый трос в самой низкой точке по колено взрослому человеку. И к продольным тросам приварены тросики поперечные, они держат мостовое дощатое полотно. Идешь, как по балубе, корабля в легкий шторм. Тросы скрипят, берег качается. Направо от схода с моста метров в двухстах терпичная, обглоданная и разбитая революциями, воинами и жадностью безбожников, кирпич-то неплохой, ограда Воскресенской церкви. Это наша вторая церковь, другая на горе, в которой мы служим регулярно. Там сейчас поселок, больница, аэродром, а эту понемногу восстанавливаем. Но каждый раз, как вижу ее разрушенную, оскверненную, терпеливо ждущую своего часа, говорю себе, вот, ты же ее настоятель. И сразу оправдываюсь, вот, как только ту закончим, тогда спустимся с горы на этот берег к бедной Воскресенской. Никого, ни одной души. Позднее утро субботы. Даже собаки не ловят. Бреду проваливаюсь в тяжелый снег. Когда же нахожу тропинку, спешу сойти с нее, она сегодня блестящая, ледовая дорожка. Дошел до баби Танинова дома. Вот ракета напротив разрослась на склоне к реке, а под ней облупившаяся скамейка, когда-то видим зеленая, калитка на веревочной петле. Дорожка убрана и на крыльце снег почищен. Кто-то пришел к ней, меня ждали. И хорошо, воду разогреют, помогут, и я не задержусь вечером. Все ночные? Это я так прикидывал, просчитывал. Всегда забываю, что если в таких обстоятельствах что-то начну планировать, то выйдет наоборот. Постучал. Не ответили. А, дверь-то это не в дом, на веранду. Стеклышки, наверное, эти старые рамы лет 40-50 назад вставлены, совсем потускнели. На веранде холоднее, чем на улице. Вата на двери в дом торчит из лопнувшей кожи, но при этом все как-то чисто, все на своем месте. Я успел подумать, какой была баба Таня, когда ее эту дверь обивали. Молодая была, и муж в колкозе, дети. А небо, вот теперь, было такое же низкое, мягкое. И даль, и теплый ветер. Постучал, будто, будто ответил кто-то. Или показалось. Вошел. Обдалу теплом, чуть пахнет дымком. Печку топили, значит, из сыновей кто-то навестил. Или невесток. Проходите, батюшка, я здесь. Баба Таня лежала на кровати в платке под пестрым одеялом. Рядом на табурете стоял чайник и стакан на блюдце и кусочек белого хлеба. У икон в углу горела самодельная лампада из детской чашечки. Подметал-то кто? На крыльце и дорожку? Я осмотрелся, никого больше в доме не слышал. Так ждала вас. Причаститься хочу. А ночью не спится, светать начало. Я и подмела, и печку растопила. Невестка давеча приезжала, помыла меня. Одна боюсь. Утром Евангелие читала. Потом покопошусь, глядь, все сделано. Вот и вы пришли ко мне. Притомила сегодня что-то? Легла вот. Что, вставать? Я уговорил ее лежать. Соборолась она две недели назад, исповедовал ее и причастил. Очень чаем хотел угостить. Разогрел себе на плитке, отпил для приличия, чтобы не расстраивалась. Она и так, она так и не вставала. Сколько ей лет, она не может точно сказать. Да вот, небось, столько, говорит. А кто его знает? Забыла. Но много должно быть. За 90 слегка. Когда власть сменилась, то есть пришла советская, она была девушкой на выданье. Флаг на почту повесили, вспоминет она. Но еще жили. А после уже стали отнимать. А после и церковь закрыли, и батюшку увезли. Вот так. Вся история. Целый век. Когда я, прощаясь, благословлял ее, она хотела руку поцеловать. И нужно было поднести ее к ее губам. А я как-то не стал этого делать. Показалось неловким. Лежит человек, совсем ослаб. А я руку тычу. А она, я видел, очень хотела поцеловать. И даже посмотрела на меня с грустью. Приедут к вам? Я склотился к ней, почему-то думая, что она плохо стала слышать. Кто-то навестит вас? Она спокойно и негромко ответила. А то как же? Сын к вечеру приедет. Он всегда в субботу приезжает. Я шел обратно, погода не поменялась, только ветер стал порывистей. Что-то он нагонит. А мост сейчас, наверное, сущий каток. Как бы еще потом на гору всползти. Но до горы еще надо добраться. Иду по Васильевскому, древнему селу. Оно известно века с 16-го как минимум. Чего только не повидала, в чьих руках не побывала. Рассказывали, здесь по этой широкой улице, между скатом, к реке и домами, где-то ближе к центру села, у сельсовета и школы с почтой. Это все один большой двухэтажный дом, построенный князем Щербатовым. Ходили строем демонстрации. Невероятно как-то. И место узковато все же, не разгуляешься. Кто же это ходил? Кому и что они демонстрировали? Комсомольцы. Старикам должно быть. Свой отказ от прошлого. Да старики и так молчали. А до этого, до революции, перед церковью в Ограде, церковь была тогда единственной в имении Щербатовых, на Пасху освещали куличи и народу стекалось много. Сохранилась фотография, я ее часто изучаю, перехожу от лица к лицу. Стоят у столов, покрытых огромными белоснежными скатертями высокий пожилой князь Александр Григорьевич Щербатов, княжна Елена и гувернантка в одинаковых шляпках кепи, а поодаль позади них княгиня, всегда на всех карточках, сидит ли она с вязанием или стоит прямо держащаяся статная дама. И рядом с ней регент Борис Ефимович, школьный учитель. Он поднял правую руку, руководит хором, в котором три мужика в зипунах и крестьянские дети. Снимок, не помню точно, 1908, а может 11 года. Тогда в одну из тех весен случилось невиданное половодье. В марте от некоторых домов только крыши виднелись. И на снимке по всему двору зияют круглые воронки ям для воды, чтобы быстрее уходило. Нам неведомы такие беды. Вырубили леса и новые не сажаем. И еще вспоминается одна фотография. Пасха 46-го или 47-го года. Раннее-раннее утро. Солнце только взошло, оно еще за деревьями или где-то в стороне, лучи в объектив не попадают. Расходится, растекается ручейками народ из бездействующей, но не закрытой церкви. Здание использовали в центральную часть, четверик, ближе к алтарю, ссыпали разное зерно. И четверик держали запертым. А трапезная часть храма с двумя пределами была открыта. Теплое утро, может, конец апреля. Что примечательно, как людей-то много. Там все и возраста тогдашней бабы Тани, и моложе, и старше, от 35-40 и до 60. Война прокатилась по России, Великой Отечественной. Горе всех опалило, в каждой семье по-убитому. Но вот наступила незабытая совсем уж Пасха. Памятная с детства. Как ее себе не объясняй, а чувствуется, что победа над смертью. Мужчины в летних рубашках с просторными короткими рукавами и широкими, мягкими, напоминающими плавники отложными воротничками. Вот теперь из тех, что тогда, 50 лет назад, запечатлял, запечатлел снимок, уходят последние. Церковь все стоит, выстояла, по-прежнему принимает и провожает. В ветре сейчас столько запахов. Запахов? Нет, это не запахи, не ароматы, это что-то широкое, чем дышат в это время года земля и вода и небо над ними. И чем дышала земля, когда менялась власть. Заканчивалась Россия, та Россия, в которой живущие в ней не думали серьезно, что все привычное, непоколебимое может пошатнуться и рухнуть. И божились в споре, повернувшись к храму, пусть тот еле виден, и венчали молодых, и освещали куличи, и две комнаты приходской школы ломились от крестьянских детей, и печка топилась жарко, и стекла на окнах потели, и струйки стекали по подоконникам на пол, а в том же доме у храма дверь старца принимал фельдшер и акушерка. Детей было много, они бегали всюду. Ни мороз, ни лед, ни студенные лужи не страшны, в валеночках, в полушубках без крючков, подпоясанные лыком. Зимой я здесь сейчас не вижу ни одного. На меня вдруг обрушилось с ветром то пронзительное чувство сострадания родине, что сжимало сердце, может быть, сжимало, ныло, перехватывало горло у того человека, что стоял на мостке парохода, готового отчалить, уйти в туманное море, на Босфор, в длинные светло-серые шинели. Он все оглядывался, всем сердцем оборачивался, но не поворачивал головы, стоял и смотрел на поднимавшихся по трапу, а вскоре заговорил, и все стоявшие на палубе повернулись к нему. Все это сто раз описано очевидцами, сняты фильмы, сложены песни. Я как будто в первый раз почувствовал, или так светло и остро, как чувствует в первый раз, то, что случилось тогда. Увидел вдали, над темными мокрыми крышами села, за паутиной громадных старых лип, заморосящей пеленой высокую отчаянную фигуру офицера, уходящего из России. Я его знаю? Это генерал Врандель что-то говорит со своего возвышения, а за ним сетка тросов, канатов и две мачты справа и слева, как рама. Говорит, то ли перед отплытием из Севастополя, а может, перед тем, как пассажирам сойти на берег уже в Константинополе, где всем им будет трудно, но где не свистят сейчас пули и не горит город. Для многих шок, а кому-то ничего, новое приключение, высокий в шинели, в красивой, как скупой розчерк пера фуражки, в форме той армии, которой больше не будет, воля к продолжению жизни. Должно быть, она дышит в этой тоске, не позволяет слабости и унижению в конец обезволить выброшенных на чужбину, вот и не привязывайся ни к чему земному. Попробуй. А что сказать детям? Слова со временем найдутся, и память начнет по крошкам собирать рассыпавшуюся далекую жизнь. Россия дымная, туманная, серая, провеиваемая ветрами, издали вдаль, из века в век, все куда-то уходит эта страна, отплывает, тает вдалеке. Люди в шинелях, в старых пальто, на женщинах шубки, бетеши, когда-то должны быть модные и молчаливые дети, укутанные во все, что нашлось. Детство, повзрослевшее молодость, и рядом неподвижные, будто окаменевшие лица в морщинах. Слезятся глаза от ветра, шепот, равномерный плеск воды, и вдруг резкая, как выстрел, команда офицера утрапа. И снова шарканье, вздохи, заплачет ребенок и замолчит сразу. Ветер мне в лицо сейчас совсем молодой, бескрайний и теплый. Странно. Черно-синяя вода подо мной и серая покрытая дымкой стена леса вдалеке за селом, за белым полем. Как со всем этим было прощаться? И не разрешали себе думать, что может быть навсегда. В воскресенье после литургии мне сказали, что Баба Таня вчера скончалась. Где-то днем, днем, когда я смотрел с горы на лес и как будто пытался разглядеть, что там за лесом под низким небом. Вот все о России. И воспоминания, и переживания, ну, конечно, и надежды. Спасибо. Спасибо.